Заживо похоронен. Разведчик из АТО по ошибке попал в списки убитых. Как так получилось и почему для того, чтобы числиться уже в живых, нашим ребятам приходится пройти все круги бюрократического ада? Разбирались мои коллеги. Мобилизован весной прошлого года. С августа Евгений уже в зоне АТО. Фамилию не называет. Лицо закрывает балаклавой. Он разведчик. Публичность уставом запрещена. Под Марьинкой получил серьезное ранение. Его привезли в одну из Днепропетровских больниц. Когда боец попытался получить зарплату, оказалось, карта заблокирована. По причине его смерти. Я видел книги памяти погибших своей фамилией. Погиб при выполнении служебных обязанностей 5 сентября 2014 года. Причем погиб я во время разведвыхода, подорвавшись на мини-растяжке. Сначала было удивление, потом депрессия и, наконец, злость. Отпросившись из больницы, боец отправился в Киев, в Минобороны. И начались хождения по кабинетам. Сначала в управление кадровой политики. Сказали, хорошо, мы вам перезвоним. Перезванивают, говорят, нет, вам не до нас, вам в головное управление по персоналу. Нет, вам в департамент по работе с особенным складом. И в управлении разведки только смогли единственное, чем мне помочь. Засвидетельствовали, что я стою перед ними живой. Этот случай не единичный, утверждают волонтеры. Ошибки в списках, неточная идентификация личности иногда доходит до абсурда. Пока живой боец лежит в больнице, его семье приносят похоронку. Был случай, когда 23-летнего бойца дважды объявляли 200-м. Поступив в больницу, он первым делом попросил телефон. Он попросил для того, чтобы позвонить родителям и успокоить. Потому что первый раз 200-м его объявили в части. Второй раз 200-м его посчитали его сослуживцы. Последний год юрист Юлия Пашковская занимается тем, что отстаивает права военных. За это время только в ее практике не менее десятка живых бойцов, ошибочно признанных погибшими. Кто-то, возможно, из бойцов других видел, как парня раненый и, наверное, сказал, что он погиб. А надлежащим образом служебное расследование проведено не было. В части в ячислице Евгении ситуацию не комментируют. Известно, что там все же начали расследование. В генштабе отвечают лаконично. Особа бойца – это миссия перебывания столовного. Он нараза находится в списках військовой частины. Вопрос за выплату заработной платы військовослужбовщим, в месте его службы, с которой он ее не отримал, нараза вырешивается. В случае с Евгением помогла шумиха в соцсетях. Иначе еще долго пришлось бы доказывать, что он живой. Впрочем, до сих пор непонятно, на каком именно этапе и кто его похоронил. Результатов внутреннего расследования еще нет.